Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курохте Анапа. Меня зовут Юрий Озаровский. Мы сегодня отправляемся в зону СВО. У нас будет несколько точек по пути, которые я вам покажу. С кем мы едем, давайте вам немножко расскажу. Но для начала в Анапе сегодня 12 декабря 2022 год. На улице вот такая тепло. Единственное, что паспортно. Хотя поддувает ветер и после обеда обещает дождик. Но плюс 17 это совершенно прекрасная погода. Мы сейчас находимся уже за Краснодаром. И сюда везут небольшую передачку еще мои подписчики, которые увидели, что мы едем. Предложили передать тоже некоторые вещи для наших бойцов на передовую. Просто от души. Вот они подъезжают к нам. Здравствуйте! Здравствуйте! Олег, да, я так понял? Олег! Очень приятно. Посредственно сюда. Так, это что? Это последний объект. А, слушайте, а мы, знаете, мы сейчас едем как раз-таки в госпиталь. Там, знаете, там постельное белье, там есть новая икеевская. Ага. И я собрала хорошие простыни. Здесь два спальника. И палатка. Ну, палатка вдруг пригодится, что тут туда ставить. Дорезанская. У нас просто большая компания летит. Все-все хорошего. Всем, всем всего. От души. Вам до свидания. Еще раз спасибо большое. Как будем смотреть? Посмотрите. Можете ручкой от души. Поехали. Разгрузка простыни, ребятки. Точно это? Мы сегодня тут в пункт перекладываем, а завтра уже непосредственно в сам госпиталь отвезут. Простыней довольно-таки много. Они очень нужны нашим бойцам, которые находятся на лечении. Так вот, сложили. Это прачечные, ребятки. Здесь у нас, получается, подготовятся простыни. Потом все простираются, прогладятся и уже пойдут для наших бойцов. Такой вот объем привезли сюда в Ростов. Приехали на полигон в Ростове. Здесь ребята готовятся к зоне СВО. Тут посылочка от мамы. И по списочку то, что передавали, я вам все покажу отдельно. Потому что не дождь идет, неудобно довольно-таки снимать. И ребятам передаем как раз-таки все то, что им заказывали. Загружаются последние посылочки. Вот такое вот количество. Все ребятам передали. Здесь время помогать людям. Время быть вместе. В одном из шестой школы. Вторая школа передали, да. В шестой школе, в второй школе. Огромное вам спасибо. Такая у нас невеселая погода. Но, как я и говорил, ребята, любая погода, кроме солнца и чистого неба, в зоне СВО только богатай. Но мы еще находимся в Ростовской области. Ребята, в ночи где-то непонятно где. Это мой собутыльник. А это нет. Сожитель. Нет. Не ошибайся. А то не так. Он сказал, я буду спать с тобой. Три ты встанск, еще рядом. Ладно, у нас у каждого по большой кровати. Короче, какая-то интересная система. Если вы заезжаете в этот номер вдвоем, то стоимость всего 2000 рублей за сутки. Если вы приезжаете втроем, то 3000. Короче, по 1000 рублей с человека. Вот такой вот номер. Номер довольно-таки большой. Гостиница еще только готовится. Там нормально запускаться. Но, в принципе, тепло. Слушай, батарей горячие. Все новенькое, чистенькое. Просто отделка идет еще. Фасадов. Смотрим. Ты кровать все-таки протестиру. Покажи, как там. Мягко, нет? Вот так. Сядь. Вот так? Можно красиво, знаешь, как... Ох ты, слушай. Нет, кровать мягко. Вообще отлично. Мы еще будем первые на ней. Каждый на своей кровати. Тумбочка, сплит-система, чайник, водичка. Да, я не знаю, что народ правильно. А ты третий будешь, заходи. Стаканы брал? Стаканы брал. Чай? Чай? Чай. Вот так вот, ребят. Душевая, слушайте, огромная просто. Интересно, конечно, как с водой здесь. О, так работает. Вода здесь есть. Вода есть. Возьмите, что горячее. Большое зеркало тоже есть. В общем, пожелайте нам хорошего отдыха. Фух. Надо, главное, стаканы пойти чай милить. Очень удобный стол, хочу отметить. То есть, номер там большой, то есть, места много. Стол, телек, вещи, куда повесить. Шкафчика может не хватать. С другой стороны, мне, допустим, у меня особо не нравится. Потому что, в основном, думаю, что ты в нем что-то забыл. А тут вещи повесил, и как бы удобно. Ну, по-моему, все, что надо, в номере есть. Эти, ребятки, конфетки, сахар, кофе, чай. Нету тапочков здесь, да? Про утро, ребятки, мы проснулись. Как спалось? Отлично. Номер вообще очень хороший, горячая вода. Но было лучше ночи за все поездки, чтобы мы хоть протянули это слово такое. Ноги вытянули и поспали. А сейчас за ленточку погнали. Имелось в виду, что гостиница ведь еще не доделалась. Но в той, которую были в прошлый раз, у нее все занято, чтобы вы понимали, насколько здесь бизнес востребован. Вот так вот. Вот уже пересекли сейчас пункт Осмотровой в Луганской республике. Как оказалось, пункт является пограничным. И если вдруг вам, каким-то обстоятельством, запрещено пересекать границу, то обязательно делайте правильные вещи и не пересекайте ее. Потому что я думал, что это просто контрольный пункт, который мы проходим, нас осматривают. Осматривают, оказалось, что мы пересекаем границу. Сейчас мы едем уже по Луганской области. Идет вот такая вот печальная погода, дождик. Но дороги здесь просто фантастические. В другом военные машины, где рядочком идут боевые действия. Вот один транспортный средств. И здесь как раз-таки пушечка. Не знаю, это, по-моему, дедстоп похожая. Могу ошибаться. 120-я, да? Вот, вот смотрите. Еще. Лена, зовут Пушечку. В общем, двигаемся до наших солдат. Первый населенный пункт. Здесь вот помимо того, что дорожники меняют полотно, меняют также название населенного пункта. И здесь сразу нас встречают вот только на въезде ребенок, который нам вот так вот машет ручкой. Под дождем, чтобы поднимались, стоит. Колонну нашу встречает. Ну, просто как видно, что военные там двигаются. И это прям круто. Количество техники, которая работает. И помимо дороги делается сразу же и водоотвод по бокам, и обочины. Влагоустройство идет бешеными прям темпами. И вот мы едем такие, да, неказистые домики местами. Но зато дорога меня прям здесь восхищает. Качество асфальта очень на высоком уровне. Техники просто нереально много. Сразу к домам подходы делают. Помимо основной дороги. Сейчас увидим с вами один из знаков. Как раз таки полностью на русском языке. Вот так вот. И название населенных пунктов меняется. То есть уже ощущение, что ты находишься на украинской территории, в принципе, нет. Происходит довольно-таки... Вот видите. О! Любом военная техника. Панцирь всякий. Проезжаем. Но очень много велосипедистов. В любую погоду здесь они есть. А почему нет? Здесь, можете видеть, дизельная продается по 60 рублей. И все. Больше ничего на заправке нет. Вот так вот выглядит типичный населенный пункт. Тоже дорога новая. Мы очень близко к Перетку находимся. И здесь тоже довольно-таки опасно. Поэтому и блокпосты, и все присутствует. Ну и сказать, что тут кипит мирная жизнь, пока не видно. Ну и в прошлый раз, когда мы заезжали сюда, вот здесь вот бензин-дор здесь жили. На разных заправках все по-разному. Это, ребятки, населенный пункт Талиман. Так он называется. Нужно обратить внимание, как здесь живут люди. Дорога сверх идеальная. Такие вот домики. Активной жизни нет. Может, это не центр, как бы не особо разбираемый. Это город Старопельск. Можете увидеть, что жизнь здесь есть. Все работает. СТО-шки, машинки продают, покупают. Так вот выглядит улица. То есть дорога, асфальт центральный, это новая Россия сделала. Все остальное получается у нас еще в таком печальном немножко виде. Ну, я думаю, что в скором времени тут так же наведут порядки. Рыночки работают, подсветочки с детками. И вот куда-то в эти места был уже довольно-таки давно прилет Хайморса на рынок. Здесь уже асфальтированные тротуары. То есть выглядит хорошо. И застройка более красивая. Домики отличные. Чистенько, уютненько. Люди есть. Это не может не радовать. Ну, а здесь он выглядит вообще же как большой такой город. Мы находимся в центре. Прям и дети, и жизнь, и люди есть. Конечно, и разрушенные здания присутствуют. Но в основном такой вот живой город. Хотя рядышком идут военные действия. То есть у нас немножко заминочка. Видите, стекло грязное. Перестал работать насос, который подрывает воду. Это знаете, вот ездовых там блогеров и так далее. То есть если меня не станет показывать, как это работает. Все, стекло чистое. Русские не сдаются. Все, картинка. О, половки, кино. Мы, кстати, сейчас едем. Вот только где, только что были боевые действия. И вы увидите раздолбленные дома. Ну, вот. То, как это вообще происходит. То есть сейчас едем по поселочку. И мы видим просто уничтоженный фланг, посеченный осколками гражданские дома. Которые, ну, просто, в груди сердце сжимаются. Представляю, что там с людьми могло произойти, которые внутри находились. Хотел бы просто показать, ребятки, как вообще происходит. То есть здесь вот, видите, машины стоят на проверку на блокпосте. У нас сегодня подсопровождение есть. И мы все эти проверки обходим. Потому что так надо. Этот блокпост говорит о том, что мы выходим уже в точку соприкосновения. Ну, как видите, мирная жизнь нигде не останавливается. То есть люди все равно едут в сторону своего дома. Но становится немножечко не по себе. Прям страшно властенько. Посмотрите, ребят, война войной. Какая красивая церковь. Это школа. Прикай, да, ребятка. Покрывается уже льдом. Видите, что здесь уже подмораживало. И снег выпадал. Здесь уже сжарки. Здесь журь. Что такое? А, две машины были. Расстреляны? Ну, это же блокпост мы проезжали. То есть мы не остановились вовремя. Понял? Моргнули как-то непонятно. Бывает по-разному. Так, проехали только что новую Айдар. Покрывалась машина Ахмат. Такая легковушка едет на горах. Написано Ахмат. Работает проблесковые маячки. Ребята над движем. И становится все, как говорится, тревожнее и тревожнее. Тревожнее и тревожнее. Потому что мы все ближе, наверное, к самым таким активным боевым действиям. Продвигаемся. Ну, что-то. Айдар. Проехали. Резичанск. Тоже звучит хорошо. Сейчас мы это все разглядим, так сказать, поближе. Вот и грустные моменты войны. То есть я проехал, такие базики военные. С грузом 300. Прям грустненько. Здесь указатель. Которые раздолбили просто в хлам. Иногда слушаю историю о том, как говорят, делают селфи на фоне всяких интересных надписей. Мы были и ближе. И сейчас еще ближе едем. Читаешь, там иногда комментарии как пишут. Говорят, да кто его там, куда пустят за ленточку и так далее. Ну, подобное. Ну, давно уж пора понять просто, чем мы занимаемся, кто нас прикрывает и что-то происходит. Но многие глазки как бы не открываются. И не хочется верить в это. Сейчас мы въезжаем из севера Донецка. И можете увидеть. Вот, допустим, заправочка. Раздолбленная просто. Впереди многоэтажки, которые разнесло просто. Вот так вот, друзья, выглядит война на самом деле. Когда ты это видишь просто где-то по телевизору, это одно. Живую это просто жуть. Охренеть. Вы это видите? Это да. Картинка жуткая. Ходить здесь, конечно, вдвойне опаснее. Потому что осень. Сейчас темно. Ни хрена не видно. Можете увидеть, что прямо здесь были окопы. С 2014 года идет война вообще за северо Донецкой. Ну, вот написано, видите, мины. То есть, не надо туда ходить. Жуткая картинка. И это война, дорогие друзья. Где-то в районе 30 километров от нас находится Бахмут. Солидар. Это то, о чем вы слышите сейчас постоянно. Где сейчас идут просто кровополитнейшие бои. Гибнет огромное количество людей. Вот я вам рассказывал про груз 300. То, что мы видели. Картинка нереально жуткая. Смотришь на уничтоженные города. Так хочется, чтобы было мирное небо. И все было хорошо, дорогие друзья. И поймите, что помощь нашим ребятам здесь абсолютно нужна и важна. Не забывайте. Видите номер телефона на экране. Можете по нему перечисление сделать. На карту. Она привязана. Мы доставим, привезем все, что нужно нашим бойцам от души. Ребят, каждого благодарю, кто участвует в этом движении. Столько здесь и техники. Столько здесь сейчас наших бойцов. Сейчас разворачиваются. И боевые события гораздо быстрее, чем это было. Все. Зовут меня. Поехали. Простите. Время тикое, друзья. Ну, посмотрите. С другой стороны видно от града, по-моему, это большой какой-то ракеты. Краски воронка и прилет. Ладно, едем дальше. Город кажется абсолютно нежилой. Но нет в некоторых домах, вот как здесь, видите, горит свет. То есть люди, несмотря ни на что, пытаются жить, выживать. Хотя большинство зданий разрушено полностью. Я думаю, что они восстановлению не подлежат. Здесь просто обрушены полгоны. Вот видите, надежда. Говорит, что там, то там виден свет в окнах, друзья мои. Офигеть, ребята. Это был какой-то ресторанный комплекс. Сокер. Ручная заправка. Уничтожность. Так вот, указатель. Конечно, что мы здесь ночью, но все равно, я думаю, видно, разбитые стекла, уничтожное строение. Жуткая картинка, которая просто... Офигеть. Пытаюсь вот вам хотя бы ночью подсветить, чтобы показать, как выглядит дом после попадания в него. Я даже не знаю, что сюда попало. Просто люди живут дальше. Жуткая картинка, конечно. А рядышком, в соседнем доме, если видите, горят окошки. Надежда все-таки теплится, что сюда вернется мир. Ну, люди ходят, значит, нормально, можно ходить. Ребятки, мы приехали, доставили на место дислоцирования ребят. Как раз-таки то, что им надо. Все предупреждены за балакалы. Кто хочет, тот прячет лицо. Кто не хочет, тот работает как бы открыто, чисто и перед всеми. Потому что, в принципе... О, два пока, вот они разгружают. Передай привет. Как тебя зовут откуда-то? Евгений. Откуда? По Сырголовской области, город Новорыч. Передаю привет всем неравнодушным людям, которые нас помогают. Супруги, родителям, друзьям. Подходим, подходим, не стесняемся. Победа будет за нами. От души. А скажи, у меня постоянно спрашивают, не встречал дальневосточников? Встречал. А где они? Мы встречают только в самолете. А, понял. Ну, то есть, дислоцирования у вас нету, да? Понял. Итак, ребятки, мы смотрим, у нас продолжается разгрузка-погрузка. То есть, тут очень много всего, разнообразное нательное белье. Вот это вот, расскажи в пару слов, что это, Руслан? Ты уже рассказывай. Это термо... Вообще хорошая вещь. Военные термосы, но они уходят. Просто термоса для первых и вторых блюд. На первых, она легкая. На первых, она легкая. Вот такая. Нержавеющая. Она держит где-то пару дней. Шикарная вещь. Ну, чтобы понимали, больше шести часов нельзя хранить. Ну, почему? Потому что, по... Так положено. Сеск. Так, вот это термопленка. Пошустрее. Работа кипит. Пленка для чего вам нужна, скажи мне? Пленку я, знаете, этот... Делаю землянки. И два слоя накрываю. Сначала на нее ложу бревна полностью. Потом накрываю этим пленками землю, потом опять пленку, потом опять землю, чтобы не протекали эти землянки. Вот так вот все. Ребята, для чего? Просто чтобы... Я уже километр три-четыре этой пленки здесь подратил. Просто, знаешь, вот кто слушает, тот не поймет, куда ты ее делал? Зачем тебе столько три-четыре километра? А это лагеря. Лагеря встроим. Каждый землянка по 25 квадратных метров. Чтобы в два слоя землянку постелить, это 50 квадратных метров надо. А в рулоне всего лишь 100. Сколько у тебя человек находится в подчинении, скажи? Чтобы понимать, я просто было. Вот две тысячи человек. А землянка порядка на 15 человек. Это уже два раза брали со школы. Это уже со школ, пацаны. Там уже будете разбирать. Сладости, письма, то есть и разнообразные. Обещает, седьмая школа начнет помогать. Дай бог. Скажи, как тебя зовут, откуда ты? Что было интересно, да. Город Анапас. Кем здесь являешься? Заместителем командира части по тылу. Сложно для нас, а так более просто? Тыловик, хозяйственник. Вот так вот, чтобы вы понимали, что это все... А что это для бензопин? Это отдельно. То, что как раз-таки куда и надо поставлять, да? Да, это полностью обеспечение. Прод, вещь, ГСМ, коммунальная эксплуатация. А скажи, вообще в чем нужна есть какая-то там, вот... Все адресно, все адресно. Сегодня может быть нужна пленка, зато может быть нужны, я не знаю, там носки, там термобелье, все по-разному. Работает очень много организаций, которые помогают нам. Как матрас. И слушай, все вот задают вопрос, неужели там армия сама не обеспечивает? Армия дает, армия дает, но солдаты некоторые... Объяснение такое, что солдаты во время боевых действий не всегда могут забрать свои вещи, допустим, если на них напали, что-то сгорело, что-то пострадало? Я не могу одному солдату 10 раз белье выдать. Потому что в норме записано один комплект. Понял. Когда-нибудь 10 раз могу выдать. А если он порвал его, вот как это? Ну, если он порвал, ну, стараемся максимально выдавать имущество, которое там по заявкам. Ну, порвал, сгорело, там еще что-то случилось. Взамен выдаем. Ну, если их просто потерял, вот работает у нас получается... Гуманитарка, да? Ну, а как у вас с питанием? С питанием вообще шикарно. Вообще проблем никаких. Потому что мы вот по фронтам ездим, без любого солдата спросите. Везде с питанием у нас вообще проблем нет. Вообще никаких проблем нет. И с питанием... С пищевкой была проблема, сейчас более-менее выровнялись. Вот это не так. Мазас поработает, если что, смотрите. Вот он взял эту коробку. Руслан, это руководитель Цанка. Город Анапа. Также у нас вот есть руководитель. Время помогать людям. И также в основную работу здесь проделали ребята из «Время быть вместе», которые собирали как раз-таки этот груз. И вот всем огромное спасибо за то, что предоставили такие вещи. Доставку организовали в Центре Минской Национальной Культуры. Время помогать людям. Сбор помощи. Сбор помощи. Сбор помощи. Время быть вместе. Зеринова Надежда Арамовна помогала. Галцидия Светлана Федоровна. Школа номер 6. Школа номер 2. Огромное спасибо директорам, коллективам, родителям, деткам. Все, что вы передали, передали и сладости, и письма. Все вот мы передаем нашим солдатам, чтобы они чувствовали. То, что доказывает, что мы едины, да? Да. Солдатам приходило тепло домашнего очага сюда, на фронте. Это самое главное. Так, ты скажи, вот от тебя, вот как ты считаешь, чем работать? Что больше надо там, ну, добывать, разыскивать, чтобы привозить вот именно для солдат, чтобы облегчить их быт? Вот сам ты говоришь, что в принципе там все выдают, но вот какие-то там такие моменты. Вот почему, да, требуется постоянно нательные носки, трусы, потому что это расходник, в принципе. Это расходник, это расходник, но наша норма не позволяет больше расходников им давать. Ну, то есть как по устало записано, вы перепрыгнуть его не можете. Я многим людям объясняю, они говорят, вот армия не обеспечивает. Обеспечиваем, мы обеспечиваем вот адуян, но мы не можем выше своей головы прыгнуть. Это вообще нормально. Мы не можем. Что все один-два раза? Мы и так стараемся это делать, но мы не можем. Потом, после войны, потом что-то за все спросить. Ну, да, многие не понимают, что за все же надо отвечать и отчитываться. То есть, что ты не на сторону куда-то, грубо говоря, вез, а все сюда. Вот смотри, мы вот уже второй раз к тебе приехали, а ребята тебе уже не, ну, как не первый, да, третий раз. Прошлый раз мы увидели, как там палатки используются, то есть те предметы. Вот прошлый раз мы привозили огромное количество печек. Куда вы их дели, что с ними? Все в землянки, все установили землянки. Вот этими бензопилами, которые они первый раз привозили, мы сделали землянки. Потом приехали эти печки, мы эти печки установили сами землянки. И все люди довольны, счастливы. Там несколько, у меня мало того, помимо вот этой, еще у меня другие там тоже эти приходили. Спальники, которые вы сейчас видите, как раз таки передала администрация НАПА. Народ просто сейчас, потому что они живут в этих землянках в одном нательном белье себя. То есть, все отлично. Мы там то и весь, вот почему землянки делаем, чтобы... Ну, жалко, что мы ночью приехали, я бы с удовольствием поглядел. Днем, днем приехать, чтобы воочию с солдатами пообщаться, чтобы они воочию нам рассказали, как это реально происходит. Одно дело я рассказываю, одно дело солдат. У тебя информация-то больше, если у тебя под руководством 2000 человек, да, которых ты обеспечиваешь, то ты можешь за них гораздо больше, в принципе, сказать. Да, да, да. Я в прошлый раз приехал, видел, как на тебя твои подчиненные смотрят, и поэтому я, в принципе, ни в одном твоем слове не сомневаюсь. Это вот... Спасибо. Пару проверок, инспекция уже приезжала с Москвы, там, с округа. Все хорошо. Дай бог, чтобы так и было. Это фор. Все, то есть, заходит. Это зимняя. И в этот раз у тебя, получается, печек ты уже не заказывал, потому что все в работе, все используют. У меня уже есть, сейчас мне еще с Воронежа печки придут по гуманитарке, и они мне хватают, зачем мне лишнее? Я не хочу ничего лишнего здесь, ну, складировать. Оно мне не нужно. Ну, понял, то, что надо перевозить, возить, чтобы, как ты говорил, не бросали, а все было в день. Потому что это же тоже, как говорится... По факту, по факту. Вот все, что не отдал, нужны были печки, вопросов нет. Шумелое управление и опыт, я, как говорил, так и говорю, что все зависит от командования, от командиров. Это человек грамотно-опытный, вот он вот берет уже, предусматривает, что убрать. Те же форсники, вот они 30 раз в прошлый раз, Вот эти штук привезли, я 20 выдал, 10 пока у меня с запаси лежат. Сейчас вот еще 20 привезли, я сейчас еще штук 15 выдам, у меня опять останется 15 в запасе. Зима-то не закончилась. Согласен с тобой. Она только начинается. О, одноразовая посуда, да, нужная вещь. То, что тоже всегда будет использоваться. Скажи, а у вас используется полевая кухня, или у вас тоже вот как бы местечко идет? Не, мне интересует, именно у вас на большие количества людей вы готовите? Ну, чтобы во многих местах бывал, и везде разные ситуации, почти везде пришли к тому, что проще, чтобы каждый там, допустим, бредаст себя сам обеспечивал? То есть надо готовить горячую пищу, чтобы народ горячую пищу ел, потому что не все едят горячую пищу, они сухомятку, отрыли там эту тушенку, с чем-то там это и поедем. Ну, у тебя, наверное, знаешь, из-за чего другая обстановка, потому что у тебя все-таки идет, как сказать, наступление и живой фронт. И оборона, и наступление. У меня все в кучу, и я стараюсь все равно горячую пищу максимально людей обеспечивать. Все равно горячую пищу есть горячую пищу. Я полностью согласен. Особенно в холодное время. По теплой одежде. То есть вот что сейчас вообще выдают солдатам? Как комплект называется? Костюм зимний ВКПО. Костюм зимний ВКПО, да. Идет там, брюки от него еще зимние идут. Костюм демисезонный. Шапка. Ну, шапки там сейчас в основном используем вот эти обычные шапочки. Вот. Ну, плюс подменки нет у них получается. Почему я и заказал 30 комплектов только для своих, которые тыловики. Чтобы вот у них подменная форма была, потому что они работают на машинах. Грязь. То есть все, чтобы можно было отрук постирать. Генератор. Да, да. Генератор. Отлично. Какой? Бензо или... Бензо, бензо. Бензо, он безотказный. В чем? Зимний он этот чуть-чуть. Вот у нас Давид купил такой костюм для Ашота. Расскажи, что это за костюм? Пару слов. Теплый зимний. Костюм зимний, да. Хороший костюм. Он такой теплый. Это не Давид, мы говорим? Для особо низких температур. Я понял, я понял. Благодарный шахтерам Кузбасса за такой подарок шикарный. Просто нам было необходимо в этих суровых условиях. Жизни мне необходимо. Да, спасибо вам, ребята, девчата, поучаствовали. Спасибо, что нам это все дали, что необходимо было нам. Все-таки приехал, спасибо вообще всем. Обеда будет за нами в любом случае. Ура! Ура! Что темно, конечно, видно не очень хорошо. Ах, все, теперь совсем ничего не видно. Ну, в принципе, мы самое главное, что добрались и все нормально. Ребята рады. Еще раз шахтерам Кузбасса. Спасибо, дорогие, за резину. Ребята, смотрите, мы сейчас с вами поговорим о вот этом, то, что у вас на экране. Допустим, рассольничек, свинина тушеная. Вот видите, не для продажи, говядина тушеная. Вот сок и воинток, это сухпай. Сухпай. Вот так вот выглядит. Рассказать, вообще, что это такое и как оно вообще выдается, что вкусное, что невкусное, вот из того, что здесь есть. Ну, вот РП, который здесь вот показан, он выдается на сутки на одного военнослужащего. Это РП? РП, это индивидуальный рацион питания. Это вот такой вот сух, с ним идет бутылка воды китевой. То есть это полтора литра в сутки, да, тоже на человека. Это каждый поэт получает, ну, как бы выражено. Получает в тех условиях, где нет возможности приготовить горячую пищу. Так, вот здесь вот, допустим, берем вот эту консерву свинина тушеная. Это тоже от Министерства обороны, да, к вам приходят? Это, да, это водоем на ПХД, где стационарно стоит, допустим, батальон или какое-то подразделение. Они вот с них готовят пищу. Как по вкусовым характеристикам? Свинина, вот это хорошее. Отлично. Так, вот это вот, вы прям сказали, что... Свинина, говядина. Это говядина тушеная. Что даже качество... Качество среднего, она раньше была лучше. Раньше шла в таких же банках, как свинина, по 325 грамм. Ну, разные производители. То есть это тоже для приготовления пищи, то есть не просто сели, поели, а какую-то там супчик, кашу и так далее. Слушай, вот чего не видел, это вот такого, то что вот это вот рассольник, да, получается суп непосредственно полуфабриката. Как его готовить, то есть просто разогревает и все? Нет, такой суп идет по составу 3-4 литра воды на емкость. Его греют, пускают, вот как вы видите, свинину, говядину, все это перемешиваются. Овощи, кипятиция, это все достояние готовности. Что бывает? Борщ, бывает... Борщ, рассольник и гороховый. Суп, щи, свекольник, ну это тот же борщ, грубо говоря. То есть это супный концентрат, в который добавляют воду, мясо с тушенки и все, он в принципе готов. Он будет готов, да. Как солдаты к этому относятся? Хороший суп, вот этот суп в железных банках, вообще весь, помимо рассольника, весь вкусный, то есть как бы нравится людям. Жить, а мясо куру к вам приходило? Мясо куру приходило, да, как бы его тоже, водоем тоже берут, добавляют, то есть делают каши, допустим. А как к вашему мясу куру ваши подопечные относятся? Тоже от производителя зависит, ну, в последние разы было... Вот мы пробовали, был не лучший, потом в другой раз приезжали, да, ребят, уже другой был вкусный. Вот их два вида было, да, одни кости жесткие попадаются, а вторые, вот она более, как она, тоже как тушенка, грубо говоря, тушеное мясо, и оно более разваленное, что ли, вот второй производитель, вот там уже его больше брали, ели. А самое любимое, допустим, консерва там, или, ну, то, что самое любимое у солдата, то, что к вам вообще поступает? Сбешенка и колбасу. Сбешенка и колбасу. А удовольствия хватает, то есть нормально? Да, 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 все это получается выдается. А колбаса какая? Как она, полукор... сервелат. Сервелат, да? Сервелат он идет, да, но он... По 800 грамм. Не такой прям, что там за 10 тысяч рублей, но хорошая колбаса, кстати, очень довольно-таки вкусная. По хлебу вообще как у вас происходит? Хлеб пекут у нас на пекарне. А вот сколько раз в день ваши солдаты получают? Ну, не сколько, ну, как сколько раз там... В день на человека идет 5 кусочков хлеба, то есть на завтрак, обед и ужин. А доставка на фронт вот на передок происходит? Своим транспортом также доставляем, как продукт. Ага, то есть, а вот как раз-таки мне, ребята в одном месте, вы решили, что им там раз в 10 дней аж всего лишь привозят хлеб. У вас как с этим? У нас каждый день люди ездят туда. То есть каждый день привозят хлеб? Да, все. Все. Первое, второе горячие блюда все туда привозят. Ничего, да. Спасибо. Что помимо того, что мы здесь сейчас видим, к вам еще приходят для довольствия, потому что все мы показать не можем? Расскажи, Славан, пожалуйста. Различные крупы получаем также. Гречка, рис, горох. Также макаронные изделия. Также выдаются, то есть мы получаем, выдаем сушки, пряники, печенье. В последнее время еще нам дают хлопья быстрого приготовления. Ну, как быстрый суп. Не быстрый суп, а быстрая каша. То есть кипятком залил и там буквально несколько минут готовил. Также в условиях, когда нет времени готовить, люди, кипяток, все, емкость. Получается, как, ну, без пакета, доширак. Ну, как говорят, да? Горячая кружка. Только вкуснее. Только вкуснее. Реально вкуснее, да? Я лично пробовал, очень вкусно. Поэтому у вас нету, да, чтобы мы попробовали? Нет, мы сразу выдаем, сейчас съездим. На позиции не даем. Так, еще такой вопрос. Вот как у вас именно с обеспечением горячего питания? То есть как это происходит? Есть водообеспечение, которое готовит на каждое свое подразделение. То есть получается, они разводят три продукты, ну, и горячее питание три раза в сутки. Также они и развозят хлеб, получается, вместе с этим. Слушай, ну вот ваш руководитель сказал, что у вас есть и, получается, как-нибудь кухни, да? Кухни, да? Есть стационарная на базе Урала, в Кунге она расположена. То есть вы на них обеспечены и на них готовите? Да, да. Вот, то есть, потому что я в многих местах спрашивал, там говорят, что нам не надо, мы сами решаем. А кое-где, чтобы понимали, ребятам предложили самим нанять себе повара, чтобы они готовили. Нет, нет, в плане этого все обеспечены, то есть техникой, теми же кухнями, теми же машинами, на которых мы возим продукты. То есть как бы все своевременно подвозим. То есть термосы, которые мы привезли, сейчас будут актуальны? Да, да, там термосы, да. Особенно в зимнее время, да, будет дольше сохраняться. Все, спасибо. Зеленый горошек у нас на обеспечении идет. Вот кукуруза внизу, если видите, внизу кукуруза. Все у нас полностью это все идет. Вот рассольник специальный тоже, не как вот эта железная банка о стекле. Ну, может, чуть-чуть качеством похуже, вот тот получше. То есть на обеспечении есть все, чтобы кто-то там говорил, что у нас ничего нет, здесь есть все. Голодные никто не остается. Это все нормально. Ну, на самом деле, я ни разу не слышал о том, чтобы солдаты говорили, что плохое именно обеспечение в еде. Нюанс вот как вот с этой скурицей. Что-то лучше, что-то хуже. Плохая, но во всем остальном, как бы, все довольны. Да, да, как бы, что сказать... Как зовут Боня? Селед 2, Билай, МТС. Красавчик. МТС тоже лучше. Мне дали депутату тысячу рублей. Смотрите, что он говорит про солдатский рассольник. Как тебе? Ни за какую тысячу рублей я бы не сказал то, что я сейчас скажу. Реально, рассольник просто бомба. Я обожаю рассольник и разбираюсь его. Солдатский рассольник? Это вот тот самый, ребят, из банки, который показывает. Очень вкусно. Вы знаете, что я уже пробовал мясо-кур, пашпет. Он всех выгнал, ребят. Тут как бы... Я не знаю, почему так всегда происходит. Чего? Кушай, кушай. Блогеры, они такие, у них суд ездит. Я не знаю, почему ты там никому не даешь есть. Вот серьезно. Тут даже дают красный рынок. Вот так вот. А вы говорите, в армии не кормят. Правильно, депутатов кормят. И в армии тоже. Ребята, получил баночку такого рассольника. Я думаю, что мы вместе с вами его дома приготовим и попробуем, какой он настоящий солдатский. Но здесь я попробую исполнение уже профессионалов непосредственно этого рассольника. Слушайте, на вид прям очень даже красиво. И густой, и аромат у него прекрасный. Все-таки я умудрился, видите, аккуратненько на углу стола подальше от депутата сесть, чтобы он меня не достал. И давайте попробуем. Слушайте, пушка. Очень вкусно, очень насыщенно. Тебе тысячу рублей не давали? Нет? Есть шанс? Ну, чтобы рекламу дал. Нет, ну ты скажи. Тебе не дам. Ну вот тогда я рекламу. Друзья, если кто-то хочет продонатить нашего блогера, номер телефона под видео. Правильно я сказал, Юр? Спасибо. Виктор со второй школы. Я получил твое письмо. Очень шикарное письмо. Мне понравилось. Огромное тебе большое спасибо. Давно такой дороги не видел. Посмотрите, что творится. Кошка. А лиса, лиса еще. Вот смотрите. Долбит град. Это не то, что на град. На дороге ледяная кортка образовалась. Прям становится очень-очень страшно. Креки. Спереди машинки там тоже еле тащатся. Прям град все усиливается. При этом очень сильный боковой ветер. Выйти под такую погоду на улице, мне кажется, вообще прям будет очень неприятно. Видите, он врезается и разбивается от нас. Жесть. Ну, господи, дай нам нормальной погоды до дома добраться. Ой, фура идет на нас треть сейчас. Жесть, конечно. Мы чуть не влетели под бронетранспортер. Машина улетела в сторону. Повезло, что не в кювет. Вытащили. В общем, тяжелая дорога была в сторону дома. Все засыпало потом снегом. Я тоже не снимал. Не до этого, как говорится, было все эти переживания. Сейчас нахожусь дома и готовлюсь уже к следующему выезду. Хочу поблагодарить всех людей, кто неравнодушен, кто причастен к помощи нашим солдатам. Сюда меня зовут на более длительный срок, чтобы я приехал, отснял весь быт полностью солдат. И на передовой, в том числе, показал блиндажи и как вообще происходит все это в реальной жизни. Спасибо группировке ОЗО за то, что так вот относятся к нам и готовы открыто действовать, то есть на благо нашей армии. Ну а вас, ребят, все, кто поддерживает, переводят ваши денежки, благодаря от души, особенно шахтеров Кузбасса, за такую мощную поддержку, которую вы оказываете нашим ребятам. Сегодня уже собираюсь в новую дорогу и буквально в ночь уеду опять на СВО. Дай бог, чтобы быстрее наступило мирное небо для всех, дорогие друзья. Больше информации в нашем телеграм-канале Море ОЗО. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь, добавляйтесь. Будем рады вас видеть. Если не доверяете мне, то у нас есть в описании и в первом комментарии координаты нашего фонда. Время помогать людям. Обращайтесь туда напрямую. Также у нас действуют пункты приема гуманитарной помощи. Анапа – это на Красной площади, на парковке. И есть также в Костогаевской, на главной улице 100, не помню, там адрес, как точно звучит. Спасибо еще раз вам всем за помощь и неравнодушие. Вместе мы с СВО.